Значит, видос называется «Как добиться взаимности и получить самые счастливые отношения». Ребята, вот давайте, я думаю, многим это будет интересно, как добиться взаимности и получить самые счастливые отношения. Давайте слушайте. Сегодня мы с вами будем узнавать самые секретные секреты. Такой стадии отношений, когда вы уже очень... Кстати, хочу сказать, что она жила с мужем, но в какой-то момент, я так понял, они расстались. И она сейчас вроде одинока. Хотя у него кольцо, вот на этом пальце. Хотя это вроде как будто бы замужнее кольцо. Что-то мне казалось, что они, по-моему, расстались. И она переехала в другую квартиру. Не знаю, могу, кстати, ошибаться. Напишите, кто знает, если кто знает, что она там как. Но если она рассталась с мужем, то это будет еще эпичнее видео. То есть, как получить самые счастливые отношения, рассказывать человеку, который не в отношении, который расстался. Это, блядь, охуенно. Если вы влюбились в человека, вы уже попали в этот мучительный рай просто по уши. Именно сильное, светлое, чистое. Мучительный рай. Блядь, так странно. Почему мучительный рай? Мучительное рай. Устремляющее вас к объекту любви и влюбленность определяет все. Так, а что? А, видео нет на экране. Сейчас, секунду. Блядь, как я так проебался. Димон, как можно набрать аудиторию из миллиона тупых людей? Легко. Ну, как раз, большинство, что тупых, поэтому так и легко набрать. Реально, что так много тупых людей. Да, их, дохуя, их больше, чем не тупых. В этом прикол. Так, тетя, покажи. Обожаю эту группу. Наладитесь и вы тоже. Спасибо тебе, Александр, за донат. Посмотрим в порядке очередь тогда. Мучительный рай. Это как будто новая песня Арии. Кстати, реально похоже. Ваши намерения, поступки, и вы уже живете этой любовью. Но пока еще отношения ваши не достигли такой степени определенности, когда вы точно знаете, будет у вас что-то или нет, есть ли взаимность или нет. И вот тут очень многие люди начинают суетиться. Ну, не знаю, это, мне кажется, просто чисто женская тема. То есть, у мужиков такого ощущения, ну, такой, я не знаю, какого-то бывает. То есть, типа, ты как бы, ну, ты не можешь так прям вот все влюбиться, лететь на крыльях любви, не зная, есть ли взаимность по отношению к тебе или нет. То есть, ты сначала взаимность проверяешь, а потом уже летишь на крыльях любви. То есть, типа, по-другому. А тут она говорит, что, ну, видимо, у девчонок, наверное, так бывает, что они влюбляются в кого-то, но еще не знают парень этот, она нравится парню или нет. Ну, это странная херня, ну, ладно. Птицы совершают огромное количество ошибок. Сегодня я вам расскажу, как их избежать. Вот смотрите, ваша влюбленность к этому человеку в виде ваших эмоций, поступков, тут уместно будет графически ее изобразить, она должна выглядеть как чистая, светлая, ясная стрела с острым наконечником, который летит по четко определенной траектории прямо в центр его сердечка. Александр Ищук пишет, первый раз в жизни задонатил. Ну, поздравляю тебя с лишением донатной девственности, так сказать. Ну, как бы, круто, круто. Все получилось, видос посмотрим в следующем твой. Вот. Все русские попадают в мучительный рай. На крыльях любви это тоже как будто новая песня черного кофе. Кстати, ну да, наверное, похоже на черный кофе. Мучительный сарай, ком-то пыток. И какие тут могут быть ошибки? Кстати, Вероника Степанова, которая тоже психолог, она ее подхейчивает вот эту стрелецкую, типа говорит, ну это типа детский уровень рассуждения у нее. Ошибка, которую совершают все люди, абсолютно. Пока вы не знаете, любит он вас или нет, вы сомневаетесь, вам стыдно открыться, вам очень страшно опозориться, получить отказ. Ведь ваша влюбленность серьезная, и вы всю свою душу вкладываете в эти отношения. И вам очень... Ну вот, понимаете, психолог рассказывает такую херню. То есть, наоборот, объяснить, что у вас не должно быть серьезной влюбленности, пока вы еще не чувствуете взаимности. Это странно. Если у тебя супер влюбленность в кого-то, не чувствуя взаимности. Это супер странно. Это такое может быть, наверное, только у какой-нибудь девочки, которая учится в седьмом классе, которая увидела старшеклассника, старше ее на год или на два, или мальчика в параллельном классе, она по нему типа сохнет. В своих каких-то вот этих вот фантазиях детских. То есть, она даже не понимает, что такое отношения, что такое любовь. Она просто типа вот так вот на животном уровне, такой, бля, классный мальчик, классный. Вот я в него влюбилась, типа. Вот. То есть, для кого это? Для семиклассниц контент? Для восьмиклассниц что это за бред? Взрослые люди, которым просто там больше двадцати лет, у них нет такой хуйни уже просто, что типа ты безумно влюбился в того, в кого даже ты не рад, ну, даже никаких признаков нет. Потому что такого не бывает. Потому что ты видишь, допустим, девчонка красивая, или там девчонка видит красивого парня. До хуя красивых парней, до хуя интересных парней, до хуя девчонок красивых, интересных и так далее. Это не дает повод тебе в него прям влюбиться. То есть, как раз эта влюбленность, она происходит из-за того, что тебе в ответ посылают какие-то знаки. То есть, ты начинаешь с ней общаться с девчонкой, и она такая тебе улыбается, такая, и ты чувствуешь интерес ей в тебе. И тогда ты уже как бы влюбляешься. То есть, ты, допустим, на какой-то тусовке познакомился с девчонкой, ты с ней что-то у вас было общение, ты почувствовал, что у нее есть интерес к тебе, и ты домой пришел там и мечтаешь. Вот, классно, как мы будем расти детей, блядь, и какой дом у нас цвета будет. Ну, это я, конечно, не про себя говорю, но есть такие мужчины. Ну, и девчонки так же, да, там уже типа. Вот, это да. Но когда ты еще ничего не знаешь, ничего не почувствовал, о чем речь вообще? Очень тяжело гордость ставки высоки, терять самолюбие. И вдруг он вас не любит. И тогда вы начинаете суетиться, и ваша траектория стрелы становится ломаной. Два шага вперед, шаг назад, слишком сильно непоследовательной. То есть она летит вот так, вот так, вот так, вот так, и в итоге она может вообще даже никуда и не долететь. Вы находите признаки того, что вдруг этот человек вас не любит. Например, вы ему много-много писали, он вам совсем ничего не ответил. Да, если вы ему много писали, а он вам ничего не ответил, блядь, значит все, это уже точка. Все, он, да, вы ему неинтересны, блядь. Это, блядь, это просто очевидно, сука. Тут не надо быть психологом, чтобы это понять. Вы его несколько раз гулять позвали, а он отказался, и вы думаете, ой, наверное, он меня не любит. Да, да, именно так и есть. Потому что отказаться можно по-разному. Потому что если он тебе говорит, допустим, ты предлагаешь гулять там, допустим, там девочки предлагают, но я просто говорю про девочки, потому что это тут контент ориентирован на женщин, ну все-таки на женщин, да, как бы. То есть понятно, что она говорит про любовь женскую. Да, потому что если, допустим, девчонка там условно пишет там, типа, блин, давай как-то погуляем там завтра, и ей в ответ, блин, слушай, я завтра занят, работаю, у меня там встреча, или там дела какие-то, или еще что-то там, типа, у меня какие-то планы, вот, и все. Потом пишет еще раз ему, у него опять планы, и он так морозится. Ясен хуй, что это, ну все, можно забивать хуй. Если же чувак тебе говорит, допустим, там парень, или мальчик там, блядь, мне кажется, мальчик, потому что она, у нее контент реально для восьмого класса, как будто здесь. Вот. Если реально тебе мальчик говорит, что типа, да, я завтра не могу, но давай с тобой точно на четверг там договоримся. То есть, допустим, сегодня вторник, а давай там на четверг. То есть, если человек хочет с тобой встретиться, он по-любому предложит вариант. Он не просто не скажет, не, я завтра не могу, все, и точно, и типа не пишет. Нет, он скажет, да, вот завтра не могу, но, блин, классная идея, встретиться, давай встретимся в другой день, типа. Спасибо, Александр, за данным сердечком. Ты повысил свою карму на 90 уровней. Посмотрим в порядке очередей. И начинаете потом тоже. Не-не, я тебя не люблю. Просто с ним как с другом такой общаться. Да, мне совсем все равно. Но на тебя, естественно, отношения из-за этого не развиваются. Вторая ошибка. Это если вы очень эмоциональный, страстный, темпераментный. У вас много половых гормонов. И вы так сильно уже хотите его любить. Быстрее, быстрее. Что ваша стрела прямо був. Просто всего его. Какая, блядь, стрела, сука. Какая-то хуйня. Прошнет. Превращает. Вы так ему много предлагаете пойти куда-то погулять. Так много с ним разговариваете по телефону. Так много его, короче говоря, докапываете. Что вы его просто уже душите этой любовью. И вы его... Андрей Яр. Стрелецкий, во-первых, психиатр. С большим опытом работы в больнице. А потом уже психолог. По мозгам, рассуждениям и образованию она на две головы выше Степана и Шелотанки. Я этого не вижу. Вот это вот то, что все, что сейчас она говорит в видео, это просто детская хуйня. Детский лепет. Реальный. То, что у нее... Она психиатр с большим опытом работы в больнице. Какие пруфы? То, что она в видео это сказала, я тоже могу сказать, что угодно. Мне нужны доказательства. Я не могу просто так поверить. У них у всех там, всех во всем опыт большой. Ну да, она развелась с мужем. Но это не значит, что она не может рассуждать, как строить отношения. По мне, как ее рассуждение очень здравое. И имеет больше даже мужской подход. Вот то, что мы сейчас слышим, это нездравое рассуждение. Это полная хуйня. Это вот пока что, это прям детский бред. Прям вот прям, ну прям детский садик. Этим очень сильно отпугиваете. И он думает, блин, это если сейчас он уже с такой интенсивностью до меня докапывается, то что же будет дальше? Ему просто становится страшно. И даже если у него какой-то зачаток влюбленности уже только-только начинал зреть и формироваться, то вы его просто уже неосторожно затоптали. И он прячется от вас. И вы просто подрубаете все на корню. Потому что таким образом получается, что вы человека торопите. Он еще не успел дозреть до этого. Ну а третья ошибка, это, конечно же, пи-и-и. То есть, когда ваша стрела только начала куда-то лететь и никуда не долетела. Вы всю свою любовь вскрыли, спрятали, потому что вам очень страшно. Это, как правило, бывает, когда у вас только-только самый первый... Кожаная стрела. То есть, опыт влюбленности. Только первый опыт отношений. И у вас еще очень сильно заниженная самооценка, большая степень неуверенности в себе. Вы точно знаете, что вас невозможно... Он, анархист, пишет. Но она в больнице чуть-чуть поработала. Головрач увидел эту хуйню и уволил ее. Такое тоже может быть. Царь Стрелецкая. Ты помнишь такое пойло? Нет, не помню. То есть, люди влюбляются только после того, как увидели, что влюбились в них. Смотри. Люди просто всегда общаются. И кто-то может любить больше и терпеть, что об него ноги вытирают. Всякое возможно. Нет, возможно, всякое. Но для этого и есть психолог, который тебе должен объяснять о нормальности отношений. Да, как бы. Вот. Он должен тебе объяснять это, что если ты, блядь, влюбился в человека, который на тебя даже не смотрит, и ты по нему с ума сходишь, это, блядь, ненормальная хуйня. Это странное. И она об этом должна говорить. Она об этом вообще ничего тут не говорит. Это во-первых. Вот. Во-вторых. Да. В основном люди влюбляются после того, как увидели, что влюбились в них. Да. Это так происходит. У взрослых людей, дружище, у взрослых людей, у семилетней, у семиклассницы, у восьмиклассницы, да, они влюбляются в мальчика из параллельной класса, которому на нее похуй. Да. Ну, это, блядь, это когда тебе 12 лет, когда тебе 14 лет максимум. Если тебе больше 18 лет, то этой хуйни уже не должно быть. Вот и все. Димон, а Вероника Степанова это полный пиздец фрик-контент или нет, как считаешь? Нет, я считаю, что контент у нее охуенный. Ну, по крайней мере, Степанову слушать смешно. Но вот тут, вот то, что вот Старелецкая, это просто слушать кринжово. Это типа, ну, это не смешно, это не познавательно и просто, ну, типа, кринжово. Это просто, ну, я говорю, я аудиторию Старелецкой понимаю. Это типа 15-летние девочки. То есть 14-15 лет девочки, они смотрят, типа, отношения, психология, как завлечь парня, как влюбить его в себя. Вот это вот такая аудитория. Ну, да. Вероника Степанова умнее нее или нет? Я думаю, что умнее, мне кажется. Ну, тут сложно, ну, блядь, как что-то еще умнее. Как бы, такая, Вероника Степанова, она как бы, ну, она более яркая личность, это стопудово. Это как пел Цой восьмиклассница, ну, типа того. Можно полюбить, и поэтому вам вообще даже стыдно каким-то образом показывать свои чувства. И всех этих трех ошибок можно избежать только одним единственным средством и способом, который... Который, я сейчас вам скажу, что надо быть собой, надо делать то, что чувствуешь. Включается в том, что если вы хотите добиться взаимности от другого человека, все, что вам нужно делать, это просто знать. Знать и иметь непоколебимую уверенность в том, что эти отношения будут. Блядь, ну вот это ху... И вот человек, понимаете, в чате пишет мне, Андрей Яр, что она там, типа, специалистик... Да, серьезно. То есть я сейчас выхожу и такой просто, я знаю, что вот с этой охуительнейшей блондикой у меня точно все, блядь, будет. И я уверенно иду к ней, да? И точно все будет? Ты что, это же полный бред, это же полная хуйня, блядь. Ты можешь чего угодно себе навыдумывать. Вот ты, например, допустим, я уверен, что вот Валя Карнавал, у меня с ней будет все, все отношения. Я верю, я просто знаю на сто процентов, что я к ней подойду, я ее встречу где-нибудь на концерте, подойду и скажу, Валя Карнавал, я тебя люблю, пиздец, давай вместе строить отношения. Я уверен в этом на сто процентов у нас все будет. Понимаете? Ну вот, кто в эту хуйню, вот то, что она говорит, может вообще поверить в этот бред? То есть просто, ну вот кто? Понимаете? Это и человек в чате пишет, что у нее серьезный контент, у нее рассуждения нормальные. Вот это? Да это, блядь, рассуждение в стиле, верьте в свою мечту и она сбудется. Запишите на плакате свои желания, они исполнятся. Мысль материальна, блядь, вселенная даст тебе все, что ты хочешь. Это из этой серии поебей. Просто пиздец как бы. То есть в этом, это реально детский психолог. В смысле не детский психолог, это, ну, это детсадовское мышление. Это, блядь, слабый уровень мышления. Пустышка, вот пишет в чате Евгений Смирнягин. Да, пустышка, потому что она как раз, если ты психолог, ты как раз должен объяснить, что, типа, люди разные. Не у всех со всеми срастаются. Она должна объяснить, что не надо бояться, там, отказа. Если, там, допустим, тебе нравится очень, там, человек, если ты к ним подошел, там, или, допустим, ты с ним попытался объяснить ему в любви, там, строить отношения. А он сказал, что он не хочет с тобой. Это не значит, что ты плохой. Это значит, что просто ты не подходишь ему. Просто все люди разные. Каждый найдет себе, там, типа, кому-то ты не нравишься, кому-то нравишься. Это даже просто взять, вот мы, когда вы в чат, там, в Телеграм, наш чат, подписчики, скидываете какую-то фотку, там, вот, последнее было, когда вы скинули из клипа Рамштайна вот этих вот девчонок, там, типа, и номера проставили, кому какая нравится. Я офигел, какие там люди писали номера, которые им нравятся. Я вообще не понимаю, там, некоторые, я думаю, как можно, вообще, она же уродина. А ему нравится, он отмечает, он ничего не теряет. Он не перед кем, он просто пишет в чате, ему пофигу, он инкогнито. Он пишет, что мне нравится вот это. То есть, вкус настолько, вот это надо объяснять. То есть, ты, ты психолог должен объяснять, типа, что бывают разные ситуации, что не надо отчаиваться, там, типа, от отказов, там, еще что-то. А не так, что это точно будет. И вот ее реально посмотрит какая-нибудь восьмиклассница, блядь, пойдет нахуй на концерт Егора Крида и такая, я точно верю, что Егор Крид будет моим. И у нас будут, блядь, отношения. И придет и обломается жестко, потому что, блядь, Егор Крид, даже он там, он, а если она еще не симпатична, он вообще ее просто не пустит в гримерку. А если она симпатична, он ее пустит, трахнет и пошлет нахуй, и все, трубки не будет брать. И она будет еще по нему там еще всю жизнь сохнуть потом. То есть, это просто, это просто такой-то, а кто-то вообще скажет, какие отношения, ты что, девочка, ты что, с ума сошла? Это я говорю еще про известных там, ну, нет, вообще, это позор какой-то. Димон, а что ты хочешь? Хованский, вот, в Бога поверил, все в этом мире возможно. Может, она тоже в это верит, в чем она происходит? Она, конечно, в этом верит, потому что она, ну, у нее, ну, у нее уровень такой мышления, да. Я же не говорю, что она врет. Я говорю, что это просто, ну, это, это, это слабый уровень мышления называется. Кринжовый. Так Степана сам признавалась, что она специально разбавляет свою психологию эзотерикой, чтобы создавать шоу для зрителей. Ну да, может быть, она права, но у нее, я не знаю, там, у нее, ну, я считаю, что в целом психология это хуйня. То есть, есть психотерапевтия, то есть, да, там, психиатрия, это наука. Все остальное это просто болтология, хуйня, которая ничего не решает, не доказана, никому не помогает в 100% случаев, даже в 90% случаев. То есть, ни в каком. То есть, она, ну, просто никак не работает, нет никакой статистики, то есть, это просто, это как обычно инфоцыганщина, как кино посмотреть. То есть, вот ты, допустим, можешь посмотреть кино, и на тебя оно как-то повлияло психически. То же самое ты можешь посмотреть Стрелецкую, можешь посмотреть Веронику Степанову, и это все будет влиять на тебя, ну, так же, как киношка, как мультик, как сериальчик, как блогер какой-нибудь, как трэш-стример, как еще кто-то. То есть это никак не связано с наукой, с медициной, с каким-то, что вот они помогают разобраться в себе, лечат духовные, душевные заболевания. Нет, это полная хуйня. Поэтому как бы и то, что Степанова, Степанова просто делает контент более взрослый и более смешной. Она хотя бы смешно делает, реально. А тут как бы просто кринж. Ну как бы. Причем к ней нету самой даже негатива. То есть она прикольная, миленькая девушка. Да, вот такая типа мимимишка. Но как бы уровень контента очень слабый. То есть в плане интеллектуальности. Будет что-то. Что-то будет классное. Специфически... А, вот этот про Валю Карнавал говорил, что пустышка. Ну, окей, ладно. Но я бы не сказал, что Валю Карнавал, кстати, пустышка как раз. Принники этого знания и уверенности, они заключаются в том, что вы знаете, что это будет что-то небывалое, что-то новое в вашей жизни. Вы получите какой-то новый опыт, которого еще никогда не было. И помимо сладостного предвкушения, помимо такого ликования, помимо вот этой фанатичной экзальтации от счастья того, что это будет с вами. Экзальтации... Ребят, ну, меня заинтересовало слово экзальтация. Сам термин подъем воодушевления означает эмоциональное состояние, в котором человек испытывает неестественное воодушевление, часто не менее для этого весомых причин. Синонимы слова экзальтированный, крайне возбужденный, восторженный. Окей, зачем такие слова используют? Ладно. Это уверенность и знания. Они вам еще и дают чувство непоколебимой такой силы спокойствия и настоящей... Сладостные предвкушения экзальтированного мучительного рая. То есть, вот представьте, еще ничего неизвестно, а вы уже знаете, безошибочно знаете, четко и точно. Да, он будет со мной, мы будем с ним вместе. Зачем она вот этой хуйней науськивает, блядь, свою аудиторию? Что это за хуйня, блядь? Завидую современной молодежи. Столько инфы кругом, чтобы разобраться в себе и получить совет. Охуенный совет! Ты, блядь, насмотрелась просто не, это даже это какое-то вредительство. То есть, ты смотришь Евгению Стрелецкую с галочкой, психолога, который еще говорит, что она там психиатрии долгое время, большой опыт клинический, там, бля, у них у всех, у этих психологов. И она тебе говорит, ты должна в себе вот это вот воспитать, что точно все будет. И вот эта маленькая девочка, бля, 15-летняя, такая, да, я точно знаю, сто процентов, я буду с этим мальчиком, у нас, мы будем, у нас все будет хорошо, он меня полюбит, все. И она начинает к ним проявлять внимание, а он такой, да нахуй, это мне неинтересно, блядь, ты хуйня, неинтересная, скучная, ты мне неинтересно, ничего ты со мной не будешь. И она просто такая, и она, эта девочка, возможно, она такая, у нее не получается, она такая, ну, ну, Евгения Стрелецкая же говорила, ну, она же обещала. И она же не подумает, что вот эта блогерша миллионная, с галочкой, что она врет, она подумает, значит, я совсем какая-то плохая, не такая, на мне это не работает, значит, у всех есть парни, и она загонится еще сильнее, блядь, от этого видео. Хотя, может быть, в этом и цель этого видео. Они все загонятся и пойдут к ней на курсы на платные, решать свои психологические проблемы. Может такое быть. То есть, если такая многоходовочка, то это вообще, блядь, мое почтение. Не, если прямо вот, представьте, такая Евгения Стрелецкая сидит, такая дома, так, как мне повысить уровень, это количество клиентов у себя. Сейчас я, я клиентов начну воспитывать с раннего детства. Я сейчас сниму видео для 15-летних девочек, они его посмотрят, разочаруются в себе, подумают, что с ними что-то не так, и лет к 18, они себя уже дико загонят в депрессию, а в 18 пойдут работать, у них появятся деньги, и они пойдут ко мне на мои платные курсы разбираться в себе. И там-то я им на курсах, я их вообще уже по полной обработаю. А? Охуенно? По-моему, шикарно. Но вряд ли это так, ребята, все. И у нас будут прекрасные отношения, я это чувствую. Лучше всего это специфическое чувство знания удалось выразить, на мой взгляд, таким специалистам и мастерам в сфере влюбленности группа СБПЧ, особенно после того, как они начали сотрудничать с Женей Борзых. Вот у них в последнем альбоме есть такая песня «Король». И там у Жени Борзых есть реплики «Будешь королем моим и повелителем? Будешь, я знаю, будешь ты пожелым». Евгений Смирнягин. Главное, что девочка сделает все, что может с своей стороны? Нет, это не главное. Она, во-первых, это по-любому сделает все криво, косо. Если девочка уже, понимаешь, девочка, она не будет смотреть вот эти все видео, если у нее все хорошо. То есть симпатичные, веселые, интересные девочки, у них все нормально, у них много парней, и они не знают, как от них отбиваться. Им все пишут, все приглашают. А вот это видео будут смотреть девочки, которые нахуй никому не нужны, которые забиты всякие ботанки, жирухи, блядь, какие-нибудь странные, неразговорчивые, серые мышки, которые плохо одеваются, там, еще что-то. Вот. И они себя загонят еще больше. Еще больше. Как бы. Так что это полная хуйня. Вот. Было бы хорошо, если бы она как раз учила, что если ты хочешь парня добиться, то ты просто сама стань классной. Сама стань улыбчивой. То есть объяснить, что парням не нравятся грустные девушки. Там, им нравится, когда девушки одеваются, следят за собой, классно выглядят. Вот. Что они такие, типа, показывают себя независимыми, такими. Как бы. А она какую-то хуйтузу, просто говорит, поверь. Ну, это, 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 это просто чисто шарлатанская тема. Просто поверь в себя. Это полная хуйня. Боюсь, уже смотрели, но, скорее всего, давно. Спасибо, Катюшка Степиан, месяц в чате, за донат 100 рублей сердечком. Ты увеличил свою карму на 100 уровней. Спасибо тебе. Моим и почитателям. Будешь, я верю. И, а Киря, потом поет, очень рад, наконец-то, с тобой познакомиться. Почему, наконец-то? Я же только приехала. Я ждал тебя целую вечность, замучен бессонницей. Короче говоря, если вы знаете, это, кстати, можно еще сравнить с шопингом. Вот, представьте, вам надо прикупить себе какую-то вещичку. Вы себе примерно представляете, какая должна быть эта вещь. У вас есть там определенные представления о том, какое это должно быть по ценнику, по ткани, по фактуре, для каких функций вам должна служить эта вещь. И вы ходите вроде вот пять свитерочков, да, например, есть, или пять штанишек. Вот, вроде эти подходят, вроде эти подходят, вроде эти подходят, а потом вот, и вы увидели. Вроде ничего, ничего не примечательно. Да, только ты говоришь про другое. Это вообще неправильная аналогия, она не... Вот видите, это уровень мышления психолога, про которого вы мне говорите, что клинический опыт. Это вообще, это просто антинаучная хрень. Она даже не просто антинаучная, она даже в рамках своей аргументации нелогичная. Она неправильно описывает. Вот то, что она говорит, вот, типа, я увидел свое. Это не то. Ты рассказываешь про то, что, допустим, мне нужно прикупить вещичку, я знаю, что мне нужно и так далее. И ты говоришь, просто поверь, что ты сейчас приедешь в Икею и там эта вещичка будет. Просто поверь в это. Вот именно та, что тебе нужна. Или там не в Икею, а в какой-то просто там, вот условно, допустим, мне нужна, допустим, мне нужен пиджак такой яркий для выступлений желтого цвета. Вот для группы, да. Я вот его сейчас ищу, не могу найти нигде нормальный подходящий. И вот представьте, по методу вот Евгений Стрелецкий, я как должен сделать? Я такой, я поеду на садовод, и я точно знаю, что там этот пиджак точно будет. Я просто уверен. И я приезжаю и смотрю там на садоводе, все говно какое-то висит, и я не нахожу того пиджака, который я знал, что будет. И я такой, типа, а что, не работает метод Стрелецкий, что ли? А не то, что ты увидишь. Да, с вещами я знаю, есть такая вещь. Ты ходишь по магазу, и какие-то вещи тебе прям сразу нравятся. Да, это потому, что вещь, которая прям тебе подходит. То есть иногда ты такой смотришь, ну вроде прикольная сумочка, ну что-то как-то, ну и цена вроде, и что-то как-то не знаю там, типа. А иногда ты приходишь, такой, видишь сумка, бля, Миша такой, бля, она прям пиздато, бля, прикольная, прикольная, сколько стоит? 600 рублей, бля, охуительная сумка, охуенная. И ты просто ее покупаешь. Да, такое бывает, вот то, что она сейчас изобразила. Но это не связан пример с ее логикой. Это, блядь, неправильный просто пример. Это уровень аргументации. Это слабая аргументация вообще. ...вещь. Все проходят мимо нее, никому она больше не идет. Она вас, она садится так, что она вас преображает полностью. Это ваша вещь. Она вас делает именно неповторимо прекрасными. Она вам подходит и по цвету, и сидит прямо идеально. Прямо на других людях она вообще не сидит. Прямо колом стоит. А на вас прямо идеально села. Она как бы не умея объяснить, аргументирует интуиции. Охуенно, блядь. А я нахуй ракету до интуиции. Мне кажется, полетит ракета просто. Ты так, приходишь в конструкционное бюро, там типа, тебе говорят, вы должны перепроверить все расчеты, там все проверить, чтобы точно все расчеты правильные были. Ты такой говоришь, я не буду ничего проверять. Я так вот, ну, типа-тика глянул. Мне кажется, полетит. Да, сто пудов полетит. Просто надо верить, что полетит. Ребят, ну вы же все считали. Вы же все верили в свои расчеты. Я в вас верю. Я просто верю в вас. Я не буду ничего проверять. Просто верю, все полетит. Вот это вот, это, это вот, вот так вот психологи лечат за деньги ваше заболевание. Вот, вот такой вот способ. Охуительно просто. Но где-то в другом месте твой пиджак есть. Надо идти дальше и продолжать искать. А это уже другой пример. Она не про это говорит. Она же говорит, пример приводит аналогию к тому, что есть парень, который тебе нравится, и ты должна себя убедить в том, что ты точно с ним будешь. Вот мой пример подходит. То есть есть, грубо говоря, вещь, которую ты хочешь, и она, типа, допустим, там, ну то есть, как бы, ну короче, мой пример, он более, хотя любая аналогия-то хуйня, но, типа, он более применим, короче. И вот ты именно себя убеждаешь в том, что именно в этом торговом сайте, именно эта вещь точно есть. Сто процентов. А ее пример вообще полная дичь. Так, мне кто-то спрашивал. Диман, тебе привлекательна эта женщина? Ну, как сказать? Ну, она нормальная, да. Ну, как такая, я не знаю, сколько бы я баллов поставил. Мне кажется, она немножко как бы это... Как сказать? Да нормально, нормально. Ну, не знаю. Средней симпатичности, короче. Вам в ней нравится, вам ее хочется мять, носить, и вы потом уже как встрянете в эту вещь, так ее всю жизнь носите, любите, даже когда она уже порвется. Ну, это просто не мой, не совсем мой типаж, как бы. То есть, она такая немножко, как это, немножко ботанка, что ли. Я не знаю, как это объяснить. То есть, такая вот... Короче. Пятерочка, наверное. 5-6 баллов, мне кажется. Тянется, вы ее все равно продолжаете носить, потому что вы ее просто обожаете. Вот это специфическое чувство моей вещи, конечно, людей некорректно сравнивать с людьми, но вот это просто мое. Оно создано для меня. Оно только мое. Мы идеально сочетаемся, великолепно друг к другу подходим. Вот если у вас это чувство возникло, то как оно будет отражаться уже на вашем поведении? Посмотрите, вы будете настолько... Кстати, опять же, как оно будет отражаться? Вот, кстати, тоже ее сейчас пример еще раз разъебу. Потому что, смотрите, вот, допустим, я зашел в магаз, ну, там вот, допустим, в какой-то обычный, типа Нью-Йоркера, да, где дешевые шмотки. И я подхожу, и вот я, допустим, сейчас там ищу поясную сумку себе, ну, вот, которая вот так вот вешается через плечо, да. Вот. Я там уже покупал две сумки себе. Одну купил что-то за 900 рублей и очень долго с ней ходил. Прям реально охуенная сумка. Но она уже просто подострепалась. Вот сейчас, потом я купил сейчас недавно себе за 500 рублей. Почему я купил? Сумочка неплохая, но не очень удобная. Вот. Но она стоила 500 рублей. И это очень сильно повлияло на мою покупку. То есть, как бы я сомневался, но я такой, ну, за 500 рублей это охуенно. Сумочка кожаная, такая пиздатая, выглядящая. Вот. Сейчас я хочу себе опять эту сумку купить. Вот. И вот как это работает? Иногда я подхожу, смотрю, то есть, как может быть, ты такой подходишь, о, сумка, ты меряешь, такой, блин, прям вот, ну, моя. Но ты можешь даже цену не смотреть сначала. Почему? Потому что, ну, ты примерно прикидываешь, сколько, какие цены в таких магазинах, что они очень высокие, да? И вот, ты меряешь, меряешь, такой, да, классный сумка, ты сможешь ценить? 2 500. И ты такой, блядь, ну, прикольная, но за 2 500 я, наверное, не возьму. То есть, опять же, то есть, то есть, куча факторов леет. Так же и тут, когда ты с парнем встречаешься, допустим, типа, ты оцениваешь разные параметры. То есть, ты типа, смотришь на все. Как бы, ну, то есть, ну, не с парнем, а вообще с каким-то человеком, которого ты любишь, там, с девушкой, с парнем, неважно. То есть, ты просто, у тебя есть куча параметров. И один из главных параметров, это сам первый параметр, он к тебе вообще какое-то внимание, типа, испытывает или нет, блядь. То есть, изначально понятно, что ты сам решаешь. То есть, ты видишь, допустим, Илан, я буду с позиции мужской говорить, похуй, что она про девочек, я про девочек там, ну, это просто неудобно. То есть, вот ты видишь девчонку, ты сначала, конечно, оценишь ее внешку, потом ты смотришь ее, там, мимику, поведение, да, там, еще что-то, то есть, допустим, вот. Потом ты как бы с ней начинаешь, там, видишь, как она общается в компании, или там, ты уже с ней общаешься, ты видишь, как она общается, насколько она интересная, умная и так далее. То есть, у тебя складываются все эти факторы. И по этим всем факторам ты принимаешь решение, ты будешь с ней, там, знакомиться, это спас, вот эти все факторы, там, внешка, там, ее поведение и так далее, они способствуют именно, как бы, тому, будешь ли ты вообще с ней знакомиться, или нет. И вот ты с ней знакомишься, а она к тебе принимает ноль времени. То есть, ты еще не влюбился в нее, пиздец, до безумства. То есть, влюбляются в девчонку, там, до безумства, это когда у вас уже что-то было, что она тебе дала понять, что ты ей нравишься, а потом тебя начала динамить. Вот тогда можно понять, что ты в нее влюбился, и пиздец происходит. И это тоже психолог должен прорабатывать и объяснять, что это ненормально, типа, все равно поэтому страдать. все равно надо сделать вывод, что, значит, раз все, нас тебя раскинули, значит, ты не нужен, значит, ну и хуй с ним, ищи другое там. Типа, то есть, надо вот эти вещи прорабатывать, а не так, что, типа, то есть, я говорю, и от вот этого, от того, что дал ли тебе человек свое внимание или нет, зависит, вообще ты дальше будешь продолжать, там, как-то вообще его рассматривать в качестве партнера, или нет. Короче, просто жесть. упоколебимо уверены в том, что вам все светит с этим человеком, что это чувство спокойствия, знания и счастья, которое вам это сулит, вы будете этому человеку на невербальном, на вербальном уровне транслировать так, что даже если он еще сам не успел допетрить, как бы, всю фатальность этих раскладов, то он с удовольствием заразится вашей уверенностью, и таким образом вам просто удастся его убедить в этом. А если он уже сам знает и готов, то тогда он получит самую ясную и непротиворечивую отмашку на то, что все, уже можно и пора действовать. Димон, ты не проверял, Кроп работает? Кроп я не нашел, где он был, я просто не нашел этот магазин, но Reservit работает, и еще что-то работает с надписями вот эти РИА, с новыми, короче, они стали работать. Но Кроп я просто не нашел, я еще в другой торговый центр заеду, посмотрю как-нибудь, но вот в очень большом, ну типа Европолис, он сейчас называется торговый центр, я там не нашел Кропа, это очень странно. В ваших появится то, что не будет излишней суеты, и вот вы не будете его докапывать, не будете вести себя как хапуга, не будете жадничать, не будете суетиться, не будет такого, потому что вот эти все такие избыточные действия, атака на этого человека, они же идут от суеты, потому что вы еще не знаете, будет он с вами или нет. Нет, это, кстати, тоже она неправильно, вообще все неправильно говорит. Что значит не знаете? Вот эта вся суета, это от неуверенности в себе, то есть потому что девчонка, допустим, она про девчонку, она влюбилась в парня, и она хочет показаться ему, она хочет его привлечь, показаться классной, все, она себя, ну это, кстати, и парни так себя ведут, это многие так себя ведут, как бы, и это чисто от того, что ты не уверен в себе. И как раз психолог должен как раз учить тому, чтобы быть уверенной в себе, веди себя, как ты себя ведешь, потому что ты не будешь всю жизнь потом с ним притворяться, просто веди себя как есть. И если ты ему понравишься, значит понравишься, не понравишься, да и пошел он нахуй, хуй с ним, найдешь другого, все, точка, вот так нужно объяснять, так психологи должны объяснять, а, блядь, поэтому я и думаю, что люди к этим психологам по пять лет ходят и нихуя у них в жизни лучше не становится, потому что они вот такую хуйню, блядь, затирают, они их еще больше загоняют в свои комплексы, в свои неуверенности в себе и во всю хуйню. Ребята, если кому нужна психологическая помощь, блядь, мне напишите в чате лучше, чем вот слушать вот это, это пиздец просто. А если вы точно знаете, что он будет с вами, все, никаких других вариантов нет, вам не надо будет никуда торопиться, если он вам будет что-то предлагать, вы на все будете спокойно соглашаться, все, то, что вы будете вместе, это уже дело решенное. А если вы сами будете ему предлагать, а он откажется, например, даже, вы будете говорить, ну, ничего страшного, он еще просто, значит, не готов. И в итоге это все плавно, в нужном темпе, именно приведет к тому, что у вас и взаимность возникнет полноценная, и отношения сложатся прекрасные. В общем, без слепчарта у меня уже не обходится. Мне кажется, вообще вот, главный совет, который вообще все психологи должны всем вообще давать, всем полам, всем взоростам, ребята, просто, блядь, будьте реально больше собой. То есть просто развивайтесь, меняйте себя, но, как бы, грубо говоря, не понтуйтесь. То есть в России вот эта вот проблема, что понты дороже денег. И оно до сих пор вот есть, вот всех проявляется. То есть будьте собой. Вам нравится, блядь, аниме, значит, говорите про это. Мне нравится аниме. То, что кому-то не нравится, идите нахуй. Вот. И не надо, если парню не нравится аниме, если это критично, пытаться ему показать, что вам оно тоже, типа, не нравится. Это бессмысленно. Так, Алис пишет. Дадим, жаль, что я не знал от тебя намного раньше. Мне бы, кто бы сказал такие слова в свое время. Может, все по-другому было бы в жизни. Блин, ну, я не знаю. Реально, надо походу, надо психологом становиться и реально нормальные вещи, блин, говорить. Хотя я-то как раз вообще без всякого образования и без всего. Ну, это просто пиздецко. Я просто смотрю этих психологов, я просто офигеваю, какой они бред, говоря. Как они вот, они реально, они не просто, одно дело было, контентик развлекательный, смотришь, они же как бы хуже такое ощущение, что делают. То есть, они людей загоняют в эти комплексы ебучие. Они им обещают золотые горы, которых у людей нет. Они им розовые очки одевают, блядь, а люди с реальной жизнью сталкиваются и охуевают. Почему не работают все эти советы, блядь, Евгении Стрелецкой? Вот в чем прикол, как бы. То есть, ну, все же просто, блядь, реально, ты девушка, просто следи за собой, становись красивее. Ты видишь популярные девчонки, как они себя ведут, все. Старайся тоже себя менять, все. Ты парень, тоже меняй себя, там, будь то-то, делай то-то, как бы. Блин, я хочу снять видос один про то, быть собой, я хотел назвать, что быть собой полная хуйня, типа, нужно подстраиваться, потому что сейчас очень модно, тогда быть собой. Хотя я тоже сейчас это говорю, что надо быть собой, но это, короче, немного другое значит. Что-то есть в ее словах от женщины, что нужно уметь дать человеку себя проявить, просто несмотря ни на что поддерживать, не знаю, не знаю. Практически ни одно видео, сейчас кратенько. Вам хочу объяснить, в чем же заключается суть и механизм такого знания, может быть, это боженька, может быть, это вселенная, может быть, это карма, но нет, мы с вами это все попробуем обидеть. Карма только можно повысить, задонатив гапуну с сердечком. Это единственное, вот, ребята, я вам официально заявляю, вот все, кто сейчас смотрит мой стрим, все мои подписчики, что единственное место, где реально можно повысить по-настоящему свою карму, это только на моих стримах, задонатив любой донат с сердечком, чем больше донат, тем выше вы повышаете свою карму. Все остальные, кто будет вам рассказывать про почистить карму, еще что-то, про вот это, это все шарлатаны. Ну, как бы это очевидно. Единственное, где можно просто улучшить свою карму, это только здесь. Просто, я вам говорю, просто знайте об этом, все. Так что, как-то так. объяснить именно, только лишь при помощи психики, природы психики. А в чем заключается суть такого знания? Просто дело в том, что у каждого человека глубоко-глубоко, в бессознательном, то есть в том, что даже находится за пределами осознания, существует свой собственный, уникальный, неповторимый образ, своего идеального. Вот как раз Алиса пишет в чате, что типа, я про время юности, то есть он написал Алисе, что типа, Алиса, помоги себе сама, вот Дима так же все это проходил и знает, как с этим справляться. И Алиса пишет, я про время юности свое имел, то есть она тоже через это прошла, когда была молодой, как бы. Так в этом и прикол, что как раз вот такое видео его взрослые женщины, девушки, они не будут смотреть, они посмотрят, скажут, ну это какой-то детский бред. А это посмотрит, как раз я говорю, там 12-летняя девочка, вот, и она неправильно все поймет. И потом пройдет куча времени, пока она будет страдать, переживать, какие-то комплексы у нее будут. И потом пройдет куча времени, и она будет с этим, блядь, страдать, вот, прежде чем как поймет, что все это полная хуйня была. А кто-то и не поймет еще, к тому же. Вот. И будет думать всю жизнь, что она какая-то не такая. Вот. И как бы вот она как раз Алиса про это писала, что если бы мне в свое время кто-то вот я услышал. То есть, грубо говоря, если бы Евгения Стрелецкая говорила какие-то адекватные, классные вещи, это было бы прям пиздато. Потому что ее бы вот с ее подачи, она прикольно подает, вот это такая она, как бы вся такая, как бы милая, мимимишная. Ее бы смотрели, как бы. Вот. я думаю, я думаю, в юности ты бы его, возможно, не услышал, не поняла. Нет, меня бы она не услышала и не поняла. Она подумала бы, это какой-то гопник, долбоеб. Вот. А вот Стрелецкую она бы поняла и услышала. И тут вся, весь, вся проблема, что как раз вот должно быть вот такое вот, как бы, вот такие персонажи, они должны адекватные вещи говорить, а не вот эту вот ванильную херобору. Партнера, идеального любовника. В чем он заключается? В наборе очень-очень специфических, очень-очень характерных, только этому человеку тонких, уникальных, присущих черт, совокупности, тоже неповторимой и уникальной, которые образуют, как бы, какую-то очень-очень прихотливую фигуру, которая может этого человека удовлетворить и сделать счастливым. И вот в вашем окружении есть там 10, 15, 50, неважно сколько, там, 3 человека, каких-то потенциальных ваших партнеров, парней или девушек, которых вы рассматриваете как своих потенциальных возлюбленных. И вдруг однажды попадает... По рисованию пошло. Да, и вот я сижу и смотрю, типа доска какая-то, типа, это лекция. Типа, знаете, это типа, ну, это серьезно, это вам не какие-то просто блогерские тут какие-то штуки, это серьезно, как бы. Если интересно, Грехово, если интересно посмотреть на психоаналитика в YouTube, в поиске можно глянуть Михаила Страхова. Он, правда, сложновато говорит, но очень интересно. Не, ну, если хочешь, можешь задонатить, и мы посмотрим и оценим, как бы, то есть тут так это... Димон, привет. С прошедшим всего. Вот чуваки интересно делают. Гитарный нуб, спасибо тебе за донат сердечком. Посмотрим порядки очереди, ты повысил свою карму на 100 уровней. Спасибо тебе. Это тот человек, у которого именно его собственный уникальный неповторимый набор черт полностью совпадает с этой фигурой, и вы понимаете, что именно он вас может сделать счастливым. Вы узнаете, вы видите, у вас происходит совпадение. Это полная хуйня. Полная хуйня. Девочки обычно видят просто классных парней, как популярных, высоких, смазливых, лидеров в классе, не знаю, или если она про взрослую жизнь говорит. Я все сразу на школу проецирую почему-то, потому что я не могу этот контент воспринимать, что она говорит для 30-летних женщин. Это видос. Просто понимаете, или хотя бы для 20-летних. Ну ладно, даже если 20-летних. Девчонкам нравятся такие уверенные парни с деньгами, хорошо одетые, имеющие какое-то влияние в обществе. А влияние в обществе как проявляется? С помощью денег, машины, квартиры, с помощью уважения друзей, с помощью... Кто-то может, например, боксер, например, может постоять за себя, допустим, и она себя чувствует тоже. То есть разные фишки есть, но это никак не связано, что она видит то, что он может ее... Он может быть, блядь, мудаком, он может быть бабником, он может, блядь, с виду ей казаться вот таким пиздатым, все, а потом они с ним начнут встречаться, и они будут, там, начнут жить вместе, и он будет каждый день, там, по 10 часов играть в доту, блядь, и она будет ходить и сопли пускать. А чего он на меня внимания не обращает, я ему не нужна? Да, ты мне нужна, потому что, блядь, ему в доту интереснее играть, блядь. Полная хуйня какая-то вообще. Того, что было внутри, в вашей голове, с тем, что вы обнаружили в реальности. Но откуда тогда берется этот идеальный образ своего собственного шикарного объекта любви? А он идет из сердцевинки нашей душеньки, то есть из наших потребностей. Когда, опять же, ваш мозг, ваша психика взяла и собрала воедино на основании восприятия, памяти, физических ощущений, гормонального фона, весь-весь-весь неповторимый калейдоскоп, только ваших уникальных потребностей, которые ваша психика знает, что именно такой человек может удовлетворить. И она создала этот образ. И еще тут одно наебалово, что психика ни хуя сама ничего не знает. То есть кажется, что нужно одно, а в итоге ты это получаешь понимая, что ты не этого хотел. Это так вот жизнь нас постоянно наебывает. У меня такое было постоянно, когда ты просто понимаешь, что ты сам не знаешь, что ты хочешь, ты не можешь точно понять, что ты хочешь. Ты вроде хочешь этого, ты это получаешь, и ты такой, нет, этого не хотел, это хуйня. Поэтому это все очень сложно. Это вот так вот на картиночках, как она рисует, просто не работает и все тупо. Дальше. Алис пишет, да почему, может, ты услышала бы, на тот момент мне не встречались такие люди, которые так мыслили, и мне некому было вот так все разложить, чтобы посмотреть на очевидно с другого угла. Не, ну я имею в виду, что как бы, нет, может быть, ты в принципе, если смотришь контент вот такой, который у меня, да, ты уже достаточно нестандартная девчонка, то есть, потому что немногие девчонки смотрят такой вот, ну, такой контент, грубо говоря, то есть, ты уже как бы достаточно нестандартно мыслишь, так что ты бы именно, может быть, и услышала, да, как бы. Но в целом, я говорю про вот большинство, да, они бы, скорее всего, нет, для них, для них нужно, чтобы им, ну, то есть, тот, кто им говорит, они должны ему, как бы, ну, поверить, и как бы, ну, условно, там, 12-летняя девочка, она поверит девочке, она вряд ли мальчику поверит, она мальчику поверить может только если это Даня Милохин, условно, как бы, там, взрослому дяде она не поверит, она скажет, это какой-то душнило, блядь. Старчерский, и, короче, такая тема. Точно она про соответствие потребностям говорит. Не нужно кого-то переделать под себя, найди подходящего человека, держись за него. Ну, она не совсем про это говорит, как бы, ну, ладно. Почему же может быть такое, что либо знания у вас не возникает, вот хоть ты тресни, как я вас учу, либо это знание было, а взаимность всё равно добиться не удалось. Неужели же Стрелецкая ошибается? Во-во, давайте, ну-ка. Приятно. Сейчас я вам объясню, почему. У каждого человека, когда он только становится взрослым, когда он только начинает свой самостоятельный путь развития, в психике есть, как бы, две половинки. Одна половинка... Две половинки есть только у жопы, у таблитоса и у мозга. Чёрная – это травмированная, невротическая половинка. Та половинка, которую подвергали домашнему насилию. Та, которая может всю жизнь делать только одно и то же. А если не подвергали домашнему насилию? Чё-то я не понял. ...изводить бесконечно свой унылый, негативный, травматический опыт. А вторая половинка – белая, цельная, здоровая, энергичная, развивающаяся. Это тот потенциал нашей личности, который способен к психическому здоровью, который способен привести нас к счастью. И задача каждого человека – это уменьшать вот эту чёрную половинку по мере тех действий, которые мы предпринимаем в жизни, по мере своей работы над собой. Сделать так, чтобы она совсем исчезла и осталась только беленькая, здоровая, счастливая. И вот. В каких же случаях получается, что взаимности добиться не удаётся? А это может быть в том случае... Ну, в таких случаях, что есть парень, например, Егор Крид или там Дим Билан, блядь, который просто охуенный. По внешке, по деньгам, по известности, по популярности, по всему. Просто, блядь, крутой парень. Ди Каприо, например. И есть ты, блядь, просто страхуила страшная. Ты не будешь с ним никогда, блядь. Как бы ты там что ни вырисовывал эти кружочки, блядь, ты с ним не будешь. Это я утрированно говорю пример. Утрированно. Всё. Поэтому ты, обычный человек, понимая это, он ищет то, что ему доступно. То есть, а это уже не настоящее желание. Это уже компромисс. То есть, ты понимаешь, что вот этот парень, блядь, это он не будет моим, скорее всего. Вот. Как бы, а мне нужно что-то вот попроще, там, типа, то да сего. И плюс даже не только в этом дело. То есть, может так оказаться, что просто вот ты видишь парня, всё классно, а он гей. Им вообще просто неинтересны девушки. То есть, просто это, ну, то есть, я говорю, что, да, Евгения Селецкая ошибается, блядь. То, что она вначале говорила, такого не бывает. А сейчас она пытается как-то это, с темой съехать. Ну, давайте посмотрим, что тут ещё. Если ваши потребности исходят не из белой, здоровой, счастливой половинки, почему же я и говорю, смотрите, что специфическое чувство узнавания правильной, здоровой позиции связано с новизной, с тем, что вы прекрасно представляете себе, что же такое шикарное и счастливое вас ожидает с вашим партнёром. И вы точно знаете, что этого у вас никогда не было. А вот если ваши потребности исходят из чёрной половинки, смотрите, что получается. Например, ваш папа был алкоголик, и он вас никогда в жизни не любил и не обращал на вас внимания. И вы влюбитесь в начинающего алкоголика, который никогда в жизни не будет вас любить и не будет обращать на вас внимания. Да это полная хуйня. Нет. Ну, просто нет. То есть, может быть, по-разному. Кто-то влюбится в такого алкоголика, начинаешь. А кто-то, типа, у кого-то настолько это прям, его папа бесил своим алкоголизмом, что вот у меня подруга есть такая, у которой папа просто алкоголик, и она, блядь, ненавидит ёбаных алкоголиков. Она просто их, блядь, не переваривает. Потому что она знает, кем он станет. Как и её папа, который, блядь, кроме бутылки ничего не нужно, который нахуй не нужен. Ну, это полный, блядь, это... Каждое слово – это бред. Каждое слово просто разъёбывается. Ну, как так-то? Или ваша мама над вами всю жизнь издевалась в плане эмоций, била, мутузила, делала с вами, что хотела, и вы влюбитесь в какую-нибудь такую стерву, которая будет вас мутузить, пренебрегать вами, всё, что угодно с вами делать, всю душеньку... Нет, не факт. Ну, может так быть, а может так и не быть. По-разному, у всех разный. В этом и прикол, что нет статистики. Если бы было, как она говорит, значит, все, у кого мама стерва, все бы влюблялись в стерв. Нет, блядь, не так, не работает. Там происходит 50 на 50. Кто-то, блядь, стерв, кто-то не стерв. Кто-то ещё в кого-то. У кого-то вообще свои там запрещают. И тем более, почему два параметра – стервы и не стервы. Там есть ещё куча своих там добавочных пунктиков. И во внешности, и в поведении, и во всём как бы. Кто-то вон Хованский хочет, чтобы девушка во всём его слушалась и не работала, запрещает работать, запрещает ей в клуб ходить, запрещает ей спорить с Хованским. Кому-то такая нужна, блядь. Кому-то другая, блядь. Всё по-разному вообще. То есть просто капец. Вам выкручивать, и не будет у вас любви. А второй случай, когда взаимности не возникает, он бывает вот в каких ситуациях. Когда в вашей жизни очень-очень мало нормального окружения и очень маленький выбор. То есть всего есть, например, там 4 парня или 4 девушки. Такая ситуация на безрыбье и рак рыба. И что же в такой ситуации? Такая ситуация обычно в деревнях бывает. А получается, что ни один из них вообще не подходит под вашу фигуру специфическую. Один подходит на 0%, другой подходит на 20%, третий на 0,5%, а четвёртый, может, на 40% подошёл. Вы взяли его образ, его три эти совпадающие точки с вами. Остальное уже сами на него всё натянули из последних сил. Ну, лишь бы хоть кого-то выбрать. Ну, с кем-то же встречаться. Ну, вообще, ещё тут, как бы, мне кажется, проблема в том... Димон, а разве Хованский говорит, что запрещает девушке? Да, да, он прям говорит это. Это прям правило, что, да, девушка не должна работать его. Вот. Как бы это он прям говорит, да, открытый текст. Короче, если Хованский такое говорит, извините, то Хованский реально неадекватный. Нет, он в плане отношений с девушкой достаточно неадекватный. Но, как бы, это его право, почему и нет. Он честно об этом говорит. Он, он, нет, он адекват. Он честно говорит, что он хочет и чего не хочет. Если ты соглашаешься на это, значит, ты неадекватный, если ты согласилась, а потом что-то сопли пускаешь, что вот какой он тиран. Ты, значит, дура, блядь. Ты, значит, хотела его изменить. А это полная хуйня. Кстати, вот что я хотел сказать по поводу вот того, что она говорит, да, типа, вообще странно, это, конечно, девочки любят очень делать, что придумать и прям прикинуть все, что она хочет, вот какой парень, какого она хочет парня. То есть это тоже, мне кажется, вот эта вот тема, что надо это тоже объяснять, что вообще не надо это придумывать. Вы все равно, блядь, разведетесь. Чаще всего. Поэтому просто тебе понравился парень, просто строй с ним отношения. Потом он начал херню творить. Переставай строить отношения. Расставайся, строй с другим. Вот. И, конечно, изначально ты должна понять там. То есть я имею в виду что? Что не нужно продумать все, вот какой он будет. То есть нужно есть какие-то моменты, которые ты, допустим, для тебя нетерпимы. Ну, условно там, допустим, ты говоришь, я не хочу с парнем, который помешан на компьютерных играх, потому что он будет целыми днями играть, на меня внимание пишет. Окей, согласен, допустим, нормальное желание, да, допустим. Окей. Там видишь, что парень в дотку постоянно играет, обсуждает все. Можешь даже с ним времени тратить, потому что, ну, как бы это понятно. Допустим. Я не хочу там парня, который бухает. Видишь, что парень каждые выходные просто в щи пьяный, блядь, напивается и просто бухой. Каждые пять в субботу. Все. Точка. Но строить все остальное там, типа, там, я хочу, чтобы он обязательно ездил на мотоцикле, обязательно одевался как байкер, слушал Арию, любил сериал, там, фильм Сумерки. Еще вот этого все нахуй-то нужно. Нет. То есть, ну, типа, это не нужно ничего. Вот, поэтому как-то так. То есть, типа, в принципе, очень сильно много придумывать себе вот эту фигуру, которую она рисует. То есть, типа, вот это вот все, типа, вот я придумал фигуру, какой он должен быть. Во-первых, это тоже странно. Потому что, ну, допустим, внешка, она же, ну, допустим, вот взять девчонок, допустим. Бывает и маленького роста красивые, и большого роста. Бывают брюнетки красивые, блондинки. Бывают там, я не знаю, там, ну, там, короче, есть разные типажи внешности, и они могут быть красивыми. И такой типаж, такой, зачем что-то придумать? То есть, по факту, ты видишь, тебе нравится, все окей. Не нравится, нет. То есть, зачем что-то заранее придумать эту фигуру, а потом, типа, ее искать? Тем более, как бы это так вот, ну, в принципе, не работает. Кстати, очень многие девчонки, их спросишь, они скажут, Блядь, я когда познакомился там с своим парнем, блядь, я подумал, он вроде некрасивый, вроде вообще не мой формат. А, блядь, так меня зацепил. Это, блядь, каждая вторая история успешных отношений. То есть, вот оно как работает. Поэтому надо вообще хуй на это забить и просто жить. Просто становиться самому лучше и искать то, что ты хочешь. Да, нужно для себя понять. То есть, тут я бы больше объяснял людям, чтобы они разобрались в себе, что они хотят вообще от отношений. Потому что многие люди, они не понимают, что они хотят. Как им комфортно. Вот я говорю, вот Хованский для этого хороший пример. Хованский понял, что он хочет. Он говорит, я не хочу спорить с женщиной. Она просто должна принимать все, что я говорю, как есть. Она не должна мне перечить. Я умнее ее, все, точка. Да, вы можете говорить, сексистки, хуистки, он долбоеб, неадекват. Он так хочет. Если ты не согласна с этим, иди нахуй. Все, все просто. Да, Хованскому сложно будет найти девушку, которая все это примет. Это его проблема. Пожалуйста. Но вот он как раз самый грамм. Он говорит, мне нужна девушка меньше 45 килограмм. Мне нужно, чтобы она со мной не спорила. Я могу ее не пустить в клуб. Вот. То есть все решения остаются за мной. То есть она меня спрашивает реально. То есть она меня спрашивает, могу я сегодня с подругами пойти погулять? Нет. Он может и разрешить. То есть это не значит, что он всегда будет говорить нет. Он будет говорить, да, иди гуляй, конечно. Но в какой-то момент он скажет нет. И она сказала, почему? Потому. И она начинает спорить, что-то объяснять. Он говорит, заткнись, блядь. Я тебе говорил, я все, я сказал. Это неоспоримый факт. Все. Ты на это же знала это. Ты на это шла. Все. Точка, блядь. Ты это либо принимаешь, либо нет. Все. Он ищет такую девушку. Все. Это его. И это нормально. Потому что зачем искать другую, с которой ты потом будешь спорить, расстраиваться, еще что-то. То есть и вот каждый, он должен понять, что он хочет. Кто-то хочет, например, там, не знаю, условно, чтобы там, я буду в дотку играть целыми днями и не работать. А ты будешь работать и меня содержать. Все. Пожалуйста, ищи. Хочешь такое, ищи. И объявляй это честно все. То есть каждый должен типа просто понять, что он действительно хочет. Вот я понял, что я не хочу таких отношений, чтобы каждый день жить вместе в одной кровати, просыпаться и каждый день вот вместе быть. Я не хочу. То есть мне это не нравится. То есть я, ну как бы, меня это заебывает. Я хочу действительно сидеть и целый день заниматься своими делами. Чтобы тут кто-то не маячил сзади, что-то не говорил мне, что-то не просил меня. Но, допустим, там, можно встречаться там раз в неделю, например, да. Проводить время, допустим. Встречаешься раз в неделю и там денек проводишь время. Или, например, раз в две недели там проводишь два дня, три дня вместе. Можешь раз в месяц встретиться и проводить, допустим, раз в месяц встречаться, проводить там четыре дня, такую-то, типа, недельку. Вы вместе тусите, все живете там, а потом все, она уезжает, ты уезжаешь, вы живете своей жизнью там, через месяц опять жить. Вот что-то типа такого может быть кому-то нравится. То есть ты должен сам, и вот этому должны психологи, блядь, объяснять. А не вот этой еботе какой-то полной. И в итоге получается, что взаимности нет. Это, помните, как говорят, утешающие, успокаивающие, прекрасные наши мамочки какие-то, которые нас любят, или друзья. Это не твой человек. И это значит, что это не ваш человек. И человек, который исходит из черной половинки, это не ваш человек. И когда взаимности в данном случае не возникает, это правильно. Вы должны этому радоваться. Это прекрасно, что взаимности не возникло. Потому что если бы вы продолжали давить, если бы вы насильно ее вызвали, отношения бы возникли, это были бы не ваши больные, несчастные, невротические, неправильные отношения. Поэтому, что же делать? Если вы хотите не только вызвать взаимность, но и вы хотите, чтобы отношения, которые сложатся, были счастливые, способствующие долгосрочному развитию вашему и вашего партнера, что нужно делать? Во-первых, не расстраиваться. Если тот, кто попался, не ответил вам взаимностью, значит, это был не он. Ага, охуенное, блядь, объяснение. То есть ты просто верь сначала, она говорит. То есть, блядь, а потом, значит, был не твой. То есть она поверила, накрутила себя, все, это точно мой, точно мой. А потом раз не получишь, ну, просто не твой был. Блядь, охуенное, блядь, охуенное решение, просто пиздец. А когда вы встретите его, у вас возникнет это специфическое чувство того, что вы... Короче, все, что она, значит, говорила вначале, это полная хуйня. Она, значит, просто не работает, просто, ну, да, встретите его, и когда возникнет, тогда возникнет. Охуенное. Ну, прям, это прям чистое шарлатанство. Вы знаете, и чувство уверенности, и предвкушение того, что что-то будет, и это будет что-то прекрасное. А во-вторых, если вы хотите найти именно того самого, который на больше всего процентов... Вот Андрей Зиманов пишет, Димон, все равно девушка, которая это принимает, про Хованского, она, считай, принимает абьюзера. Ну и что? И кого это ебет? Если она захочет, ну, понимаешь, в этом мире есть разные люди. Есть разные люди. Вот мне, например, нравится с женщиной, с девушкой спорить. Ну, то есть не прям спорить, что пиздец она спорит постоянно, а ну так вот разговаривать, что она может сказать, что там я в чем-то неправ, там, доказать свое мнение. Мне это, например, нравится. Вот. И я думаю, большинству, ну, многим людям такое нравится. Например, Хованскому это не нравится. Он нестандартный, он вообще личность нестандартная. Он поэтому может быть и популярный, известный, потому что он нестандартная личность. И ему нужна нестандартная девушка, блядь. Вопрос в том, что девушка должна сама себе ответить. Она хочет вот такую жизнь с Хованским, то есть ей не надо будет работать. Она будет тратить огромные деньги, у нее все будет как бы. Он ничего не заставляет. Не убираться, не готовить. Не хочешь готовить, закажи еды, блядь. То есть все, в принципе, по желанию. Она и убираться, кстати, могла. Я так понял, у них там проблема-то в том, что она хотела клининг вызывать. То есть там с Хованским история, там эта телка, она просто неадекватная. Она была неадекватная. Потому что она, Хованский говорит, если вы хотите, уберитесь. То есть он против клининга. То есть он не против того, что убирались дома. То есть она могла просто принять Хованского, как бы сказать, да, чувак ебанутый, не хочет клининг, хуй с ним, его дело, но я сама буду убираться. Как, сука, все люди на этой плате. Она не работает, блядь. Ей не надо работать. Ей ничего не надо. Ей даже готовить, может, не надо, потому что она еду может заказывать. У них позволяют деньги. Каждый день. Вот. И Хованский, знаете, ну если тебе не нравится жить в этой грязи, сама уберись ебать. Ты че нахуй? Ты, блядь, и так живешь просто, нихуя не делаешь. Уберись сама. Не хочешь убираться, значит, живи, да, в дерьме. Все. Не надо за этого Хованского ходить. Он тебе сказал, хочешь сама убирать, уберись, клиник нет. То есть, как бы, понимаешь, и вот я уверен, что такие девушки есть, которые скажут, а я не хочу с парнем спорить. Мой парень, он зарабатывает деньги, а Хованский зарабатывает деньги. У него это получается. И да, он умный. Да, я не хочу с ним спорить. Да, его слово закон. Так, блядь, полмира живет, нахуй, у всяких арабских стран. Слово мужа закон. Так полмира живет. Поэтому, ну да, вам не нравится абьюзер, не абьюзер. Мне пофиг. Я считаю, что если это обоюдно, если девушка... Я уверен, что по-настоящему, ни из-за денег, ни из-за чего-то, найдутся девушки, которые захотят так жить. Им будет кайфово. Они будут кайфовать от того, что им, их мужик что-то запрещает. Скажите, нет, ты, блядь, не поедешь сегодня в клуб и сидишь с телками. Не поедешь и все, точка. Будешь сидеть здесь, на диване и смотреть, как я играю в доту. Блядь, и все, как бы... Я уверен, что такие найдутся по-честному, которые захотят. Какая вам разница, что абьюзер, не абьюзер она выбирает. Это не ваше дело. Если ее это устраивает, пожалуйста. Если не найдется в мире ни одной такой девушки, значит Хованский будет один. Все, это его проблемы. Опять же. Значит, либо он будет менять свои требования, либо останется один. Все. То есть, все должно быть вот так вот решаться. Не надо за кого-то что-то думать. Вот в чем проблема. Ховы и брекеты оплатил за ляма, она рассказала. Да там доставку она заказала на 200 тысяч за месяц, пока она... Представляете, доставка еды домой за 200 тысяч. Это каждый день ты там, типа, я что-то считал, по 10 тысяч в день ты тратишь на еду, на доставку. Нихуевенько так, блядь. Абьюзер, блядь. Парень абьюзер, нахуй. 10 тысяч она тратит на доставку, блядь. Нихуевенько не убирается, там ничего, блядь. Вообще все похуй. Это охуенно. Кстати, Димон, в психологии есть раздел «Дифференциальная психология», изучающая как раз различия между людьми. Ну, возможно, я не знаю. Я и психологию не читал вообще ничего. Это подходит вам. Вам не нужно цепляться за одного и сидеть за него, держаться. Вам нужно предпринимать активность, усилия поисковые на то, чтобы ходить, смотреть, выбирать, пробовать, искать. Вообще неправильный совет. Я вообще считаю, что это полная хуйня. Ходить, выбирать, пробовать, смотреть – полная хуйня. Это совет, блядь, для пикапера. Нет, нужно работать над собой. Нужно. Мужиков полно везде. Нет, я согласен, что если у тебя требуется. Допустим, ну как бы ты, допустим, не хочешь обычного парня, да, какого-то нищеброда странного. А ты хочешь, чтобы парень был с деньгами. Устройся работать там, где есть парни с деньгами. Устройся в крупную компанию. Устройся в дорогой ресторан. Хостесом, там, в отель. Где много богатых мужиков, допустим, чтобы из них выбирать уже. Чтобы, в принципе, в окружении были только люди с деньгами. Это я понимаю, да, это нормальный, как бы, шаг. То есть, допустим, или ты хочешь там парня спортивного. Иди, значит, ходи в фитнес-клубы, там, в какие-нибудь, или там, иди что-то с этим связанное. Иди в компанию, которая занимается, там, спортивным, может, питанием, или, там, спортивные какие-то виды спорта какие-то. Может быть, там, какой-нибудь менеджер, секретарь. Кем угодно, где-нибудь спортивные какие-то движухи. То есть, это понятно, чтобы вот так вот, такие критерии можно ставить себе, выбирать, там, и так далее. Это понятно. Но, типа, ходить и везде искать того самого своего, вот эту фигуру, которую он нарисовал, полная хуйня. Работай над собой. Первое, что тебе нужно сделать, это нужно работать над собой. Становиться интереснее, веселее, уверенной в себе, выглядящей шикарно. Там, зубы кривые, блядь, иди зубы делай, сука. Нет денег, копи деньги на зубы. Там, не знаю, там, одежду подбирай. Не умеешь, блядь, подбирать, одеваться. Учись, начни это делать. Замечай, как одеты девчонки, которые тебе нравятся. Или, там, парни, если ты парень. Вот, то есть, там, не знаю, старайся, там, зарабатывать деньги сама. Быть, там, образовываться, там, шарить в каких-то вопросах, там. То есть, просто, вот, там, если хочешь конкретно понравиться, там, парню, то, там, изучай, что нравится, какие девчонки нравятся парням. Что, как, то есть, просто развивайся, блядь, пиздец. А не просто, блядь, нихуя не делай. Ты, блядь, ботанка забитая, которая два слова в беседе связать не может, которая все время с кислой, с кислым ебалом ходит в депрессии, блядь, грустная нахуй. И ты, блядь, с таким ебалом идешь по всем местам и ищешь того самого парня. Ты не найдешь, блядь. Ну, ты найдешь того, кто такую, такая понравится кому. Но того, кого ты сама хочешь, ты не найдешь. Потому что, блядь, ну, пиздец, как бы. Ну, и плюс еще есть факторы, которые ты не можешь изменить, ты должен с ним смириться. Факторы, там, что у тебя определенный рост, определенная внешность, определенные, там, и, кстати, умственные способности. Ты просто не... ну, то есть, чувство юмора, вот, ну, ты плохо шутишь и плохо шутишь. Это можно, конечно, поучиться, подучиться. Ну, это тяжело, там, ну, как бы. Есть факторы, с которыми ты просто смиряешься. То есть, ты понимаешь, что ты не самый охуенный. Все. То есть, и поэтому ты не можешь, там, ну, то есть, и ты должен еще, помимо этого, смириться не с тем, что ты не самый охуенный, а еще смириться с тем, что, как бы, что даже если ты самый охуенный, тебе все равно не будут доступны любые парни на этой планете, как бы, или любые девчонки на этой планете. То есть, ты просто можешь не понравиться. Вот есть, например, Дикаприо, ему доступны, ну, ну, ему огромное количество девчонок лучших, там, самых классных, красивых, там, так далее, в мире, да? Но не все. Дикаприо спокойно может влюбиться в какую-нибудь девчонку, она будет каким-нибудь обычным, там, менеджером какого-нибудь, там, Оксимирона, блядь. Они случайно где-то пересекутся, у них завершится разговор, он в нее, блядь, влюбится, она скажет, нет, ну, ты не в моем вкусе просто. Спокойно, Дикаприо. Он скажет, я же, блядь, Дикаприо. Она скажет, ты чего? А я, блядь, менеджер Оксимирона, я личность, нахуй, мне нравится моя работа, я себя, ну, просто ты не в моем вкусе. Мне такой типаж не нравится. Мне нравится Брэд Питт больше, например. Или там еще кто-то. Или мне вообще там нравится вот этот чувак, который, там, не знаю, там, в качалке, блядь, хозяин качалки, блядь. Скажет, мне похуй, ну, ты Дикаприо. Мне нравится этот чувак, лысый, в татуировках, блядь, прокачанный бодибилдер, хозяин качалки. Мне похуй, что он просто хозяин качалки, вот, а не как ты, там, мировой здесь ногтер. К этому надо тоже быть готовым. То есть, ну, блядь, что, ну, в этом мире все вот так. Не надо себе строить иллюзии, что ты можешь все, ты всего добьешься, у тебя все получится, ты найдешь, блядь, идеал. Нет, нихуя так не работает, блядь. Ты, вся жизнь, это ебучий компромисс, который ты постоянно, блядь, себя в голове делаешь. Каждое, блядь, решение, каждая, вся жизнь, ебаный компромисс, блядь. Пиздец, все. Делать шерше. Но когда вы встретите своего, надо будет уже не сомневаться. Ладно. Спасибо большое всем моим патронам и донатерам. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите моих новых видео. Всем пока. Ич пишет, мне нравится, Киркэй. Да. Так, погнали смотреть, значит, видосики. Димон, учитывая, что большинство людей создают семьи, можно сделать вывод, что все мы кому-то нужны. Я согласен. Кому-то. Кому-то мы все нужны. Я с этим же не спорю. Я говорю, что ты не до... Она-то говорит, что ты нашел, ты увидел человека, который, ты говоришь, ты должен поверить в то, что точно у вас все получится, потому что он тебе очень нравится. И ты прям вот все. И потом она говорит, ну, если у вас не получилось, то просто это не твой был чувак. Нет, это полная хуйня. Ты же чувствовал, что он твой. Изначально. Это полная хуйня. То есть, это отмаза. Вот. Поэтому я говорю, что, типа, нет, не факт, что, типа, то есть, кого-то, если у тебя есть цель, вот, допустим, найти Тян, так сказать, у тебя цель найти Тян, чтобы жить с ней, сделать детей, жить с ней долго и счастливо, это все найдут, конечно. Но никого хочешь. А всегда будет какой-то компромисс. Всегда будет что-то. Если вы, у вас получилось найти именно того человека, который вас, вам кажется полностью идеальным, ну, охуенно, все. Я рад за вас, как бы, если у вас такое получилось, что, ну, типа, вот. Но, опять же, это охуенно все, может быть, из-за того, что вы просто приняли компромисс, и все. Это как вот, ну, типа, вот я играю в группе, в кавер-группе. Это же все равно компромисс. Естественно, я хотел быть как гитарист Iron Maiden. Да, допустим, условно. А играю просто в кавер-группе. Ну, я счастлив. Мне это нравится работа, мне нравится это занятие. Это охуенно. Но это компромисс. Это не совсем то, чего я, как бы, по-настоящему бы хотел. То есть, если бы мне спросить, каким бы ты гитаристом хотел бы быть, я бы сказал, да я вообще сказал бы, я бы хотел бы группу даже не как Iron Maiden сейчас, я бы сказал, я хотел бы быть как группа NoFX, например. Так, условно. Чтобы просто, там, типа, быть лидером группы, и чтобы была панковская группа андеграундная, но известная во всем мире охуенно. Например. К примеру. Хотя я сейчас не уверен, что я этого именно хотел бы. Может быть, я бы сказал, что я хотел бы быть как какой-нибудь, там, не знаю, как-нибудь поп-артист. Как Моргенштерн. Вот как Моргенштерн быть таким, например. Чтобы просто, блядь, ебашить, быть харизматичным, веселым, классным, там, и так далее. Чтобы все меня любили, и чтобы очень многие ненавидели, вот, но при этом быть богатым. Может быть, я таким бы хотел бы. Блядь, какая разница, что я хотел, блядь. Жизнь, она не такая, как бы. Жизнь, она не такая, как бы.